Сегодняшняя тема. Замужество всегда было одной из главных задач в жизни наших прабабушек. И вполне понятно, почему. Раньше приличной девице, кроме как замуж, и выйти то было некуда. Промедление грозило общественным презрением и насмешками, а статус, вековухи, накладывал множество печальных ограничений. Интересно другое, ведь и сейчас, при огромном разнообразии досуга, при наличии социальных сетей и в условиях свободы нравов, некоторые женщины мыслят теми же категориями, что и 200, и 300 лет назад. В отсутствии постоянного спутника жизни и официального штампа в паспорте они чувствуют себя неполноценными и несчастными. Кликай на фото в галерее, чтобы узнать, какие звезды изменили свое отношение к браку. Такие женщины ищут в интернете статьи и книги из серии «Как выйти замуж», обращаются к психологам и на женские форумы за советом. Они злятся, недоумевают, пытаются понять, что с ними не так. На все попытки мягко объяснить им причину провала, слишком сильную сосредоточенность на штампе в паспорте, отвечают раздражением и агрессией. Мол, зачем вы мне подсовываете в качестве суррогата клубы по интересам, путешествия, тренажерный зал и саморазвития. Не видите что ли, что я хочу другого? И хоть народная мудрость уже на сотни ладов объяснила всем и каждому, если хочешь чего-то слишком сильно, то никогда не получишь, пожалуй, стоит еще раз разложить все по полочкам. Увы, слишком сильное желание за мужа чревато сужением поля зрения. В разработку попадают только те мужчины, которые убедительно демонстрируют серьезные намерения, часто это мошенники и аферисты. А вот легкому флирту, волнующим разговорам, сексуальному желанию больше нет места, некогда размениваться на глупости, надо мужа искать. Женщина не прислушивается к тому, как порхают бабочки в ее животе. Вместо бабочек в животе у нее заводятся бабушки в голове, постоянно нашептывающие с издевательской интонацией, что, опять не берут, давно подмечено, когда мысли о кольце на пальце и кукле на капоте приходят слишком часто, время меняет свой ход. Оно больше не течет расслабленным потоком, приносящим радость жизни. Оно либо невыносимо тянется, как в долгой очереди к зубному, или, наоборот, отчаянно скачет, норовя пригвоздить к земле приговором, не смогла. Жизнь превращается в неуютный перевалочный пункт, где женщина сидит на чемоданах и спит на газете в ожидании одного единственного. Целые недели, месяцы, годы жизни как бы вычеркиваются, обесцениваются и становятся лишь подготовительным этапом к великой цели. Эти моменты никогда уже не вернуть. Еще одна неприятность состоит в том, что фиксация на цели делает человека очень уязвимым перед неизбежными неудачами. Каждая мелкая нестыковка, каждое недоразумение воспринимается как самый настоящий провал, катастрофа, а не как необходимый этап поиска. При помощи тех самых бабушек в голове, женщина раз за разом выносит себе вердикт, я неудачная, некрасивая, со мной что-то не так. Самооценка падает ниже плинтуса и там и лежит, окончательно протухая. Распространенной проблемой, с которой сталкиваются желающие во что бы ты ни стала надеть белую фату, является уязвимость перед оценками посторонних. Когда наша иммунная система страдает, мы можем заболеть от любого чиха. А когда наша психологическая защита разрушена сверхценной идеей, то любое бестактное замечание или даже невинная шутка коллег может вызвать ярость, слезы, гнев. За каждым глупым и необдуманным словом всяких мимо крокодилов видятся важные смыслы. Посты в фибуке как будто специально пишут люди, желающие поиздеваться. Мир становится жестоким и враждебным, и в нем постоянно находятся люди, желающие уколоть побольнее. К сожалению, удовольствие от любого процесса пропадает там, где присутствует страх промахнуться. Романтический период общения с мужчиной, в котором есть множество чудесных моментов, вроде первого поцелуя, игривого соприкосновения ног под столом, сексуального марафона, затянувшегося на несколько дней, и совместных поездок по новым местам перестает приносить радость, и превращается в тяжелую работу. Вы когда-нибудь читали форумы мужчин, которые слишком сосредоточены на том, чтобы переспать с женщиной? Там можно прочитать перлы вроде такого «Какой ужас! Просто так переспать не удастся, с женщиной придется разговаривать, выслушивать ее глупые рассказы о себе, потом делать вид, что увлечен, потом еще за кофе платить, не дай бог». Унизительно, тяжело, дорого, примерно так же и женщины, сосредоточенные на замужестве, воспринимают и ухаживание мужчин. Им скучно, им хочется, чтобы все поскорее закончилось, и можно было, наконец, с чистой совестью сварить борщ. Отношениям просто ни из чего развиваться, нет питательной среды взаимной легкости, радости, беззаботного счастья. Таким образом, все, что получает женщина, чрезмерно сосредоточенная на браке, это лишняя головная боль и сильный стресс, который, как вы догадались, плодотворному общению с мужчинами не способствует. Можно сколько угодно потрясать в воздухе кулачками и топать ножкой, но итог в этой неравной борьбе с собственной судьбой всегда один падение самооценки и качества жизни. Именно поэтому современной женщине не стоит сосредотачиваться только на идее замужества. Впрочем, как и на любой другой сверхиды. Это не агрессивный феминизм и не отрицание истинных желаний. Это здравый смысл. Читай также, а еще смотри видео о том, что такое полиамория и как договориться с партнером, что у вас обоих могут быть другие любовники.